МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Региональный народный фронт помог многодетной семье беженцев из Мариуполя вернутся на малую родину. Кроме этого, активисты закупили строительные материалы для восстановления квартиры и необходимую бытовую технику. Семья Галенковых вынуждена была переехать во Владимир два года назад. Теперь решили вернуться в родной дом. Их квартира сильно пострадала. Отсутствие практически всего. Нет, остались, кстати, вещи, те, которые 300 лет не нужны даже нам. Они просто все тоже подраны от пуль, от всего. Разорваны, да. Потом какие-то игрушки с землей. Со строительными материалами помогли активисты Народного фронта. Они же предоставили семье бытовую технику. Новый холодильник, телевизор и стиральную машину. Я не могу еще влагать. Не плачьте. Мы надеемся, что это будет полезно. А это 100% будет полезно и в быту вам, и совсем. Я в стиралке ставлю ее специально на 30 минут, потому что каждый раз боюсь, что это будет последний раз. В 33-м регионе готовится к празднованию Дня Победы. На улицах появляются флаги, плакаты, волонтеры раздают главный символ – георгиевские ленты. Традиционные акции, в том числе и «Бессмертный полк» в этом году проходят в новых форматах. Александра Маркина расскажет, как принять участие. На целый месяц система оповещения об этом детском саду превратилась в радио. Каждый день в 8.45 дети слушают рассказы о Великой Отечественной войне, ее истории и героях. Здесь у меня целый цикл этих радиопередач, которые я рассказываю детям. В 10-м детском саду эту акцию назвали «Рупор памяти». В каждой группе здесь есть инсталляции, посвященные Великой Отечественной войне. Ребята могут посмотреть на книги военных лет, старые фотографии и даже самостоятельно смоделировать сражения. Чтобы почтить память о прадедах-героях, на окнах детского сада разместили клин белых птиц. У нас в этом году окна победы как бы в другом формате представлены. Окна памяти мы называем. Почему окна памяти? Летят журавли, символ добра, конечно, мира. И в своих лапках несут фотографии героев, участников, ветеранов Великой Отечественной войны. Это всё доступно и для детей, и для родителей. На заводе «Автоприбор» готовится к проведению памятного митинга. Тут помнят каждого героя. В военное время на фронт ушёл каждый третий заводчанин. 125 человек не вернулись. Ещё в 50-х годах погибшим установили мемориал в небольшом сквере памяти. Сейчас он уже обновлён. 9 мая все сотрудники предприятия соберутся именно здесь. В этом году, конечно, мы также проведём наш митинг, посвящённый воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны, людям, которые трудились на заводе в военное время. И мы чтим память тех, кто боролся с фашизмом, кто отдал свою жизнь за свою родину. Мы возлагаем венки, мы возлагаем цветы. Наша коллега, редактор губернии 33 Анна Тумановская каждый год участвует в шествии Бессмертного полка. С семьёй они побывали во многих городах-героях, посетили десятки мемориалов и мест памяти. Последние полтора года путешествуют со своим дедушкой. Фото героя Великой Отечественной войны прикреплено на стекло автомобиля. Мы решили поехать в Беларусь, именно в Брест, где будет большая акция Бессмертного полка. И возьмём с собой штандарт с дедушкой. Мы хотим пройти и в Брестскую крепость посетить, и мемориал Хатынь. Тоже хотим посетить дань уважения, дань памяти погибшим и всем героям, которые защищали родину. Стена памяти – ещё один из способов рассказать о подвигах родственников. На небольших листах любой желающий может написать историю своего героя. Во Владимире акцию проводят волонтёры Победы. Старт далее в 22-й школе. Здесь у нас работают волонтёры, которые подходят, собственно, ребята пишут свои листовки, вывешивают на стену. Уже написано большое количество. Конкретно эта стена, она у нас здесь стационарно стоит, у нас есть вторая такая же мобильная. Мы её используем на большинстве региональных мероприятий. Она у нас стартовала уже 26 апреля на поезде «Силы в правде». Продолжит своё функционирование 8 мая на двух позициях и непосредственно 9 мая. В целом мы собираемся несколько тысяч человек задействовать в этой стене точно. Бессмертный полк в этом году проходит с 1 по 12 мая. На официальном сайте можно загрузить фотографию героя, рассказать его историю или узнать о других бойцах. Организаторы акции предлагают размещать портреты на футболках, делать наклейки на автомобиль. Почтить память можно даже не выходя из дома. На сайте окна победы будь в движении.рф находятся шаблоны трафаретов, которые можно распечатать и вывесить на окна. Там же можно прикрепить и фотографии. Александра Маркина и Дмитрий Шаталов. К другим темам. Во Владимире на Пасху будут работать 4 дополнительных автобусных маршрута до кладбищ Байгуши и Улыбышева. В воскресенье 5 мая общественный транспорт организуют так, чтобы побывать на могилах у родных смогли жители из разных районов областного центра. Маршрут номер 1 будет ходить от Площади Победы до кладбища Улыбышева и обратно с 6.30 до 15.30. Маршрут номер 2 от Сузыцкого проспекта дом 5 до кладбища Улыбышева с 6.30 до 10.30. Автобус маршрута номер 3 будет забирать пассажиров на улице Гагарина от дома номер 10 и довезет до кладбища Байгуши. Он будет работать с 6.30 до 15.30. Еще один маршрут номер 4 будет курсировать между кладбищами Улыбышева и Байгуши с 7.00 до 15.00. Стоимость билетов от 70 до 85 рублей. Напомним, что в региональной столице отменили крестный ход с благодатным огнем. Пасхальное богослужение в ночь с 4 на 5 мая возглавит митрополит Владимирский Исуздальский Тихон в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира. Владимирские аграрные технологии будут представлены в Китае. Сегодня Верхневолжский федеральный аграрный научный центр начал не просто пассивную кампанию, но и научный эксперимент. На 2,5 гектарах земли в Суздальском районе специалисты центра планируют вырастить особый сорт зерна. Подробнее в репортаже моих коллег. Сегодня в Суздальском районе не просто пашут и сеют. Здесь идет научная работа. Верхневолжский федеральный аграрный научный центр испытывает на практике метод выращивания пшеницы по особой технологии, над которой ученые центра работали 10 лет. Это обработка почвы, удобрения, введение наблюдениями за растениями. Это как бы из основного наблюдения за микробиологическими особенностями почвы. Это целый комплекс анализа на взаимодействии растений и окружающей среды. Задача механизаторов, водителей и ученых – получить максимальный урожай и при этом не навредить почве. Используют специальный сорт зерна, который называется ладья. Его также вывели в Суздальском аграрном центре. Сорт интенсивного типа и при обеспечении азотным питанием дает высокие урожаи. Где-то у нас под 65-70 центнеров с гектара, в общем, в благоприятные годы. А в неблагоприятные годы, в общем-то, вот в 22-м году, ну где-то урожайность за 30 была. Первые всходы яровой пшеницы на опытном поле появятся через 2-3 недели. Сразу после этого ученые возьмут экспериментальные образцы почвы. Это как бы важно для исследования, то есть смотреть в динамике, как каждый год это меняется. Потому что еще это зависит от погоды, от температуры, от осадков, от влажности. Это нужно для того, чтобы, ну как бы была разработка, ну до судобрений, то есть сколько нужно вносить для того, чтобы получился хороший урожай. Если новый сорт зерна и новая технология оправдают ожидания сотрудников центра, они появятся на рынке. В планах участие в профессиональных выставках и поездках в Китай, который уже проявляет интерес к владимирским разработкам. Говорить о первых результатах можно будет уже после сбора урожая. Но владимирские ученые уверены, они смогут успешно конкурировать с коллегами из других стран. Алексей Дудин, Дмитрий Базаров и Татьяна Семенова. Продолжаем выпуск. Во Владимире жители улицы Муромская жалуются на сломанную лестницу. Вот уже два месяца проход по ней перекрыт. Людям приходится пользоваться обходными путями, чтобы попасть домой. По словам горожан, проблемы с лестницей на улице Муромская областного центра длятся уже три года. Ступеньки крошатся и проваливаются. Лестница, как говорится, если честно, ходить по ней нужно летать на крыльях, а не ходить. Администрация от нас отталкивается. В том году я обращалась в администрацию, просила, чтобы отремонтировали лестницу. Тяп-ляп заделали, после дождя лестница опять растаяла. Лестница находится рядом с остановкой улицы Муромская. Через нее следует один из самых востребованных автобусных маршрутов 7С. Жителям было удобно выйти из автобуса и сразу спуститься домой. Теперь людям приходится пользоваться обходными путями. Нам, жителям, очень тяжело, проблематично ходить, уже изыскивать другие пути. По улице Октябрьской она очень крутая. Нам, пенсионерам, очень тяжело подниматься. Да не только пенсионерам. У нас очень много жителей, которые имеют маленьких детей. Спускаться по такой лестнице страшно, говорят люди. А некоторым местам спуститься самостоятельно очень трудно. Мы здесь пенсионеры, одни большинство. Идем из рынка, едем с сумками. И я звоню, например, подъезжаю на остановку, уже звоню сыну, чтобы он меня встретил. Потому что идти невозможно по этой лестнице. То и гляди, упадешь, что-нибудь сломаешь. Администрация города Владимира про проблему с лестницей знает и вопрос старается решить. Сейчас идут работы по определению их стоимости и приобретению строительных материалов. Во избежание несчастных случаев временно доступ, проход по этой лестнице ограничен. Лестница-дублер расположена около 12 дома. Заниматься ремонтом лестницы будет Центр управления городскими дорогами. Работы уже включены в план на весенне-летний период этого года. Александра Маркина, Дмитрий Базаров и Евгений Адамов. На базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошел завершающий этап региональной школы вожатых. Проект реализуется второй год подряд. К лету начинающие и опытные вожатые начали готовиться еще с начала апреля. Обучение проходило на базе Владимирского института развития и образования совместно с областным педагогическим отрядом «Родник». Итогом занятий стала выездная школа в лагере «Олимп», где вожатые смогли закрепить свои знания на практике. Может показаться, что здесь мега-бешеный ритм, да, но так и работают вожатые. На практике почти нет свободного времени, всегда нужно быть либо с детьми, либо продумывать дело, либо быть на планерке, либо вырезать звездочки. И очень здорово, что мы можем практиковаться во всем том, что нам рассказывают. Сейчас мы проходим квест. Вчера мы ставили вечернее мероприятие, и это очень здорово, что я опять стала ребенком, но также я получаю новый опыт и новые знания для своей будущей профессии. Практическое обучение проходило по разным направлениям. Конкурсные и шоу-программы, станционные игры и квесты, вечерние и дневные творческие дела, спортивные мероприятия, тематические дни. Вожатые учились оформлять сцену, организовывать игры, петь песни и придумывать танцы. В качестве подарка всем слушателям вручили рабочие тетради. Мы представили опыт работы летних оздоровительных лагерей нашей Владимирской области. Если мы ее откроем, то мы с вами увидим на страничках QR-коды, по которым можно пройти и почитать или скачать эту игру, конкурсную программу или методическую разработку, которую можно провести в лагере. Ее подготовили специально для того, чтобы это был рабочий инструмент. Скачай, распечатай и проведи в своем лагере. Участники школы получили свидетельство об успешном прохождении программы. Теперь они ждут начала летнего сезона, чтобы сделать незабываемым лето для ребят со всей области. Школа вожатых уже стала нашим традиционным праздником, нашим традиционным проектом. Здесь мы учим тех, кто учит и воспитывает ребят в загородных и пришкольных оздоровительных лагерях. Нам важно, чтобы в регионе реализовывалась единая система воспитания, развития личности и коллективной творческой деятельности. И очень здорово, что Владимирский институт развития и образования и педагогический отряд «Родник» поддерживают нас в этом начинании, помогают транслировать смыслы, ценности и направления развития наших детей. Вместе мы сделаем это лето настоящим ярким, детским и незабываемым. В 33-м регионе впервые прошел чемпионат Владимирской области по трофи-рейдам и первый этап Кубка Клуба «Планета 4х4». В Киржачском районе в гонках по бездорожью участвовали более 60 любителей экстремальной езды. Вода, грязь и рев мотора – это гонка по преодолению бездорожья. Общая протяженность трассы трофи-рейда около 70 километров. Соревновались шесть автомобильных категорий с лебедками и без них, а также владельцы квадроциклов. Мы в этом году добавили одну категорию – туризм. То есть это все обычные автомобили, даже подготовленные для дальних путешествий. То есть это до 35-х колес, это с лебедками. То есть в данном случае ориентир больше в степени на навигацию. Также мы добавили, расширили и освободили, чтобы к нам больше приезжало машин в категорию полироль. То есть мы им немножко послабление дали. То есть там до 30, по-моему, третьих колес. Из-за снежной зимы в этот раз трассу преодолеть сложнее. Лесные дороги превратились в каналы глубиной более полуметра. В некоторых местах участники буквально плыли в своих машинах. А болотистая местность удерживала даже самые мощные и массивные авто. В соревнованиях участвовало более 60 любителей экстремальной езды. География разнообразная. Московская, Владимирская, Ярославская, Тверская, Ивановская, Калужская и Нижегородская области. Прекрасно, вообще просто. Мне очень понравилось. Единственное, только, наверное, немножко узковато. Может, дело надо было чуть пошире. А легче, там колобок. А так класс. Трасса отличная. Все великолепно. Места красивые, вообще живописные. Соревнования закончились награждением победителей. Второй этап под названием «Стерские тропы» пройдет в Визняковском районе со 2 по 4 августа. Алексей Дудин, Александр Маркина. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в наших социальных сетях. Программа «Здесь и сейчас» продолжит наш выпуск. Не переключайте. Продолжение следует...